Трансляция прямая на ютубе, сегодня 1 сентября 2018 года, слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись, друзья! Приветствую всех, кто подключился, кто подключается, здесь, вот, на ютубе, я сейчас выходил в прямой эфир на фейсбуке, на своем канале здесь. Так, как мне сделать, не знаю, учусь делать эти трансляции, но вроде как получается. Так, хорошо, все в эфире, да, уже в эфире, слава Богу! Вот, благословляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, сегодня 1 сентября, 2018 год на дворе, вот, в библейском исчислении, сегодня 21 уже число, значит, месяца Эллула, ну, сегодня вечером уже начинается 22-го Эллула. Да, месяц Эллула уже на исходе, а это значит, скоро Новый год. Вот, ну, конечно, не елка, у нас в еврейской традиции не принято это, хотя у русских евреев и все есть. Наши евреи преуспели в этом отношении, ну, не очень хорошим. Значит, а вообще в еврейской традиции Новый год с чем ассоциируется? В первую очередь, если согласно Библии, да, это шафар. У меня нет шафара, к сожалению, значит, ну, верю, Бог благословит. Шафарил бы. Пока слушаю, набираю на Ютубе, есть разные исполнения даже на шафаре. Вот, значит, и мессианские евреи, и традиционно-ортодоксальные евреи, и даже христианские некоторые исполнители. Смотрю я, да, Фудрис, ну, допустим, там, на шафаре шафарит, ну, здорово. Небесный шафар, да, шафар это шафар, шафар. На протяжении всего этого месяца Элуда мы трупим шафар, вот, и это знак покаяния, призыв к тшуве, вот это вот покаяние. Да, друзья, но об этом чуть позже. А сейчас о чем хотел сказать? Во-первых, Богу славу всю воздать хочу за этот день замечательный. Сегодняшний шаббат, он был очень благостовенный для меня, вот. Я очень Богу благодарен за его благодать, которая поспешенствует действительно в служении. Сегодня я был в гостях, уже не первый раз, в гостях я в церкви «Исцеление народом» называется. Вот такое интересное, необычное название «Исцеление народом». Это, конечно, как вы догадываетесь, значит, не православная, не католическая церковь, это протестантская, уж у меня есть, харизматическая церковь. Вот, там пастором является мой старый друг Константин Алексеев. Кстати, вот, тоже анонсом скажу, что в конце сентября даст Бог здоровья, значит, жизни, то в библейском исчислении, получается, уже новый будет год, 5779 уже будет, да, на дворе. Вот, значит, сделаем еще одно собрание, у него проведем вместе совместное служение, такое тоже с молитвой за исцеление, наверное, и с хлебопреломлением тоже, я думаю, вот. Ну, Бог усмотрит. Вот, ну и анонс дам на служение. Уже у нас завтра, наверное, тоже помолимся об этом. Вот, и еще взял сегодня пригласительных для нашей церкви. Вот, завтра распространим, как говорится. 23 вересня, то есть 23 сентября, написано «Наймасштабнейшая христианская поди Европу». По-русски, значит, самое масштабное христианское событие года вообще. День Благодарения, да, слава Богу, я всей душой только за. Подякафест, даже у них сайт можете заходить, подякафест.ург. Нам есть за счет сказать Бога дякую. Аллилуйя. Это чудово, это чудово. Специальные христианские, Мартин Смит, Ник Холл, Мэнни Пакьяо, Стивен Болдвин. Ну, Стивен Болдвин, его все знают, артиста по голливудским фильмам. Я не знал, что он верующий, ну, как бы, там, 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 все, наверное, почти более-менее верующие так. Вот, но, что он возрожденный верующий, слава Богу, свято, подякафест. Так что, 23 сентября с 10 часов и до самого вечера, написано, до 21. Ой-ой-ой, это целый день будет, целый день будут мероприятия. Слава Богу, здорово. На Хрещатике. Я тоже хочу быть там. Бог да усмотрит, Господь да усмотрит быть на событии года. Молимся, мы в церкви завтра у нас на служении, помолимся обязательно вместе за это свято подяка, за день благодарения, праздник благодарения. Это замечательно. Ну, обычно день благодарения мы сразу вспоминаем Соединенные Штаты Америки, у меня есть карта лисит. Вот, молюсь за США, молюсь за, здесь у меня карта Великобритании, Украины и там вообще всего мира. И здесь у меня сейчас бигборд такой, значит, это, или как бы, баннер, это флаги всех стран мира. Разных-разных стран мира, вот, всех, какие есть на планете. Вот, попросил художника, чтобы изобразили здесь у меня все флаги, какие есть на планете сейчас, чтобы молиться за все страны, за все континенты. Будем так говорить сразу. Вот, духовная картография. И вот, флага, не знаю, как назвать это. Вот, ну, мне очень нравится такая традиция, она как-то мне по сердцу. Когда, вот, значит, в церквях, я бывал в многих церквях разных очень, евангельских церквях, и там, значит, во многих церквях, харизматических церквях особенно, вывешивают флаги разных стран, вот, и в США это видел я часто, все-все страны. И даже так интересно, я приехал, допустим, там, в Нью-Йорке был на служениях в некоторых церквях, да, был, значит, там, ну, и на том побережье, на том побережье, ну, пол-Америки проехал, в общем-то. И так приятно, интересно даже, вот, я заметил, мне как иностранцу, как гостю, да, США, вот, приятно было в собраниях увидеть флаги России, флаги Украины, там, значит, ну, очень приятно. То есть, понимаете ли, это для меня, это родные мои флаги, родные мои страны, вот, значит, моя родина, да, значит, вот эти страны. Потому что Россия моя первая родина, где я родился, вырос, и, в общем-то, слава Богу, вот, в служении начал, значит, Господу, вот, пережил встречу с Богом, вот. А Украина стала моей второй родиной, где, знаете ли, вот, уже как реформатор я состоялся, вот, и как архиепископ, вот, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом киевским являюсь, слава Богу, для меня, поэтому Украина стала моей второй родиной, вот, и приятно очень, я думаю, что это очень важно, это очень важный момент, а, допустим, там, в Нью-Йорке, значит, как же называется это, черт, что-то, а, Times Square Church, Times Square Church, значит, там, значит, пожалуйста, наушники у них, пожалуйста, если я гость, я беру наушники, там, язык нужный выбираю, значит, там есть и русский перевод, хотя, там, я особенно в собрании, ну, не заметил, там, как бы, наших, ну, как бы, но переводчик работает, все равно, надо же, думаю, здорово, молодцы, вот, пожалуйста, и очень приятно включаешь, значит, значит, и, потому что английский, допустим, плохой, слабый, значит, там, знание английского, ну, так догадываешься, христианский, там, как бы, сленг уже знаешь, так более-менее английский, значит, вот, значит, слова какие-то там, все, но очень приятно, когда слышишь и на русском языке так все, и проповедь, и все, молодцы, конечно, вот, тогда еще Давид Вилкорцем был живой еще, застал я его еще в теле, как говорится, потом он уже ушел в вечность, ну, да ладно, это отдельный разговор, вот, и сейчас, знаете, я сейчас не о том, а о том, что, вот, мне очень нравится, и, и, духовно, особенно последние эти годы, духовная картография, вот, карта, допустим, Украины, карта США, карта Великобритании, там, карта всего мира у меня висит, вот, значит, где-то, ну, тоже трансляции делаю иногда, раньше только там и делал, значит, на фоне карты этой мира, вот, и молюсь за все страны, за все континенты, благоставляю, вот, значит, не забываю, получается, видишь перед собой все это, вот, очень приятно, и благоставляешь, и молишься, и Бог в этом присутствует очень сильно, вот, и когда флаги, там, размахиваю во время служения флагами разных стран мира, мне это так понравилось, вот, как бы, ты пред Богом, как бы, размахиваешь этими флагами, вот, и говоришь, Господь, вот, я брал тоже флаги, там, и махал флагами, даже не помню, какие, а, ну, конечно, Израиль брал флаг, я сразу вижу, никто не взял, оп, я беру тут же флаг Израиля, махаю, мне очень нравится вообще, вот, ну, и какой любой другой флаг, пожалуйста, любой флаг любой страны мира, я патриот всего мира, пожалуйста, любой флаг беру и махаю, кстати, христианский флаг, грещен флаг, заметили, да, белое полотно, здесь синий фон такой и красный крест, крещен флаг, вот, христианский флаг, он там в США вообще очень представлен широко, вот, там, значит, во всех церквях, значит, там флаг в Соединенных Штатах Америки, значит, американские церкви очень, в этом плане, пример хороший подают нам, патриотичности такой, знаете ли, молитвенности такой, вот, а с другой стороны флаг, значит, христианский флаг, это не конфессиональный, это межконфессиональный, и в православных храмах он, и в католических, во всех протестантских, каких я только вынимал, там, значит, от Cowboy Church, там, Baptist Church, 50-ники, там, значит, там, методисты, люди ранее, там, кальвинисты, всякие-всякие, везде эти флаги, и очень приятно заходишь, и вот сразу такое у тебя, непроизвольно ты глазом видишь эти флаги, и уже тут же у тебя молитва, Бог, благостави Америку, Бог, благостави церкви христианские по всему лицу земли, когда видишь христианский флаг, вот, кстати, она тоже такой будет, флаг тоже заказать христианский такой, чтобы был, как здесь у меня, вот, здесь флаг Израиля, вот, здесь такой флаг Израиля, отдельно, вот, видите, да, флаг Израиля, вот, и флаг, у меня Грузии здесь есть, у меня флаг Украины, вот, флаг Иерусалим, по-моему, был, вот, а если нет, то надо обязательно будет флаг Иерусалима, вот, и молюсь, слава Тебе, Господи, Боже Всемогущий, аминь, благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам дожить до сего времени, благословенного времени, благодарю Тебя за это празднество благодарения, свято подяки, благослови Господь Божий, и здесь Стива Болдуина, и всех, кто будет, гостей этих, значит, и всех участников, все конфессии, динаминации, потому что, Боже, это праздник для всех христиан, это общехристианское событие этого года, Боже, благослови Господь, пусть, действительно, миллионы людей скажут Тебе, вот, это, вот, 23-го, Вересня, сентября 23-го, скажут Тебе, спасибо, скажут Тебе, благодарим Тебя, мой Бог, Аллилуйя, аминь, вот, и завтра распространим у нас в Церкви, чтобы каждый себе там положил на видное место, куда-то там, на стенку, там, на холодильник, не знаю, куда еще там, и чтобы молился уже, вот, 23-го Вересня, не отчитывал, молился за это свято-подяпин, день благодарности, праздник, благодарение, вот, да, по большому счету, во всех странах, на всех континентах, это важнейший праздник, Богу, когда мы говорим спасибо, ой, извиняюсь, ой, слава Богу, ой, мне нравится, когда в Америке там чихаешь, допустим, где-то, не в Церкви, даже так вот, просто на улице, в аэропорту там, мало ли, тихну, я, бывает, когда пылька, я сразу чихаю, вот, у насчет это, слышишь, там, там тебе говорят, God bless you, или просто bless you, bless you, bless you, по-южане, северяне, по-разному там произносят, но очень приятно, что тебя благоставляют каждый раз, даже если там человек атеист, он все равно, там, рядом со мной сидела женщина, она американка, и, значит, насколько моего английского хватило понять, немного изъясниться с ней, значит, я понял, что она атеист, атеист, я еще так переспросил, коммунист она, ну-ну-ну-ну, коммунист, атеист, атеист, напугал ее коммунизмом, вот, значит, атеист, ну, и то, она, когда там чихнула, она говорит, bless you, bless you, то есть она все равно благоставляет, это часть культуры уже американских, как, допустим, там, человек, в нашей культуре, допустим, если человек там пугается, он, о, черт, сразу там, допустим, или как-то еще, ну, обычно, вот, а у них, там, наоборот, если человек пугается, ну, обычно американец, там всякие тоже говорят, но обычно, Jesus, Jesus, то есть, там, как бы, там, это уже часть культуры, настолько Иисус он проник и формировал культуру американскую, библейскую культуру, что потрясающе. Шаббат шалом, Иван Левко, шаббат шалом, шаббат шалом, брат, дорогой, слава Богу, благоставения Господних, да, брат Иван, вот тоже молимся, если со Львова кто-то будет, вот 23 вересня, значит, здесь свято подяка, праздник, благодарение будет в Украине здесь, ну, на Хрещатике, а возможно и во Львове будет какое-то мероприятие, я же не уточнял, нам сегодня объявили только вот по поводу Хрещатиков, по поводу Киева. О, спасибо тебе Господь, сегодня совершим хлебопреломление, сегодня в церкви, там на служении исцеления народом было хлебопреломление, молитва за исцеление, вообще потрясающее служение, слава Богу. Кстати, тоже договорились с пастором Константином, уже так по скриптуму, уже после собрания, что, значит, в конце сентября я снова буду у них, поэтому тоже молитесь, друзья, об этом, слава Богу. Ну и кто будет в Киеве, то добро пожаловать. Аллилуйя, спасибо тебе Господь за все, благодарю тебя Боже всемогущий. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресна, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, Утешителю Дух истины. Ты, что везде пребываешь, И все собою наполняешь. Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый, святый, крепкий, святый, крепкий, святый, бессмертный. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, слава и хвала Тебя, наш Бог и Царь. Благословен Ты, Господь. Благодарю Тебя за этот день субботний. Благодарю Тебя, Господь, за этот уже вечер, уже завершение субботнего дня, начало нового дня. Боже, благодарю Тебя, Господь. Ты властелин времен, Господь. Ты хозяин времени, Ты автор этого всего сущего, всего видимого, невидимого, невидимого. Ты творец, Ты создатель временного этого измерения, в том числе. Ты создатель времени, Господь. Боже, Ты освящаешь время своим присутствием, Господь. Боже, назначи времена и сроки предела питания народом, Господь. Слава Тебе, Боже Всемогущий, и каждому из нас, каждому живущему во Вселенной. Слава Тебе, Господь. Благослови, Господь, народ свой миром. Благослови всех любящих Тебя, Тебя боящихся. Во имя Иисуса Христа. Благослови чтение Слова сейчас. Благослови, Господь, по богатой своей милости. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Еще паки и паки, как говорится, снова и снова молюсь за события 23 сентября на Хрещатике, здесь, в Киеве. Аллилуйя. Хай на берегах Днепра, нацхилами Днепра, луная песня. Иисусу слава, Иисусу слава. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. И вот здесь записки, это с церкви передали. Сегодня молились мы, и в том числе по запискам. Здесь евангельская церковь, но у них есть такая традиция. У нас нет своего здания, ничего, но если будет, то хотел бы, чтобы одна из стен, как бы вот, храма нашего, который будет, да, была стеной, вот как мы говорим, стена плача, ну вот стена вот та в Иерусалиме, вот, молитвенная стена, можно так назвать ее даже лучше даже, наверное, чтобы было понятнее, потому что плач в русском обычно ассоциируется со всем, ну, как бы, с другим. Как, допустим, и слово покаяние, значит, в русском языке обычно ассоциируется совершенно не с тем, что в Библии называется покаянием. Значит, еврейское слово тшува и греческое слово метаноя. И взять, допустим, русское слово покаяние, который вот, русский перевод, слово покаяние, да. Но в русской культуре, вообще в русскоязычной культуре, в русском мире, как сейчас вот принято выражаться, значит, слово покаяние, оно вообще, как правило, означает, ну, очень в малой, в малой и малой степени то, что Библия называет покаянием. В большей степени, процентов 90, значит, обычно, когда слово покаяние используется, значит, оно совершенно не то, что в Библии называют словом покаяние. Ну, это как иллюстрация, пример такой, чтобы было понятнее. Вот, поэтому плач, ну, буквально перевод стена плача, но, опять-таки, плач у нас ассоциируется обычно со слабостью, вот, вот, эмоциональность такая, вот, значит, плач, именно слезоточение, вот, как бы, вот, там, значит, в еврейском, это буквально можно перевести с еврейского языка, как именно молитвенного вопля, ну, это такой вольный перевод, как бы, сделал сейчас. Ну, как бы стена молитвенного крика, молитвенного взывания, взывания, вот есть старое такое тоже красивое слово, взывание, но как бы так не переводят, конечно. Но как бы то ни было, хотел бы, чтобы была у нас тоже такая стена, подобие вот той стены в Иерусалиме, и чтобы записки люди приносили тоже их туда, были щели специально сделать, чтобы туда можно было ложить много этих записок. Ну и потом, как вот согласно еврейской традиции, там в Иерусалимской традиции, перед Пасхой и перед Новым Годом, да, там как раз эти все записки их собирают, удаляются со стены и потом их, ну, там как бы погребают, будем так говорить, такое место специальное, где их начали как раз вот и туда. Вот, вот, эти записки не читают, эти записки, ну, к Богу, собственно, не к человеку. Там президенты стран, министры даже записки эти туда ложат. Но даже, значит, израильская разведка, там, контрразведка, там, МОСАД, даже они не читают эти записки. Там было интервью как-то с одним офицером, вот, МОСАДовским, вот, хотя были, вот, искушения прочесть записки некоторых, там, высокопоставленных особ, что же они там к Богу, как бы, говорят. Но, вот, табу. Ну, есть такое правило, что это записка ко Всевышнему Богу, это не нам. И что даже, даже МОСАД, даже, казалось бы, всесильная разведка такая, пред которой снимают шляпу и КГБ, значит, там, и САИРУ, и все-все-все-все другие разведки мира, вот, МИ-6, значит, вот, и даже, даже они, как бы, знаете ли, имеют вот такие какие-то моральные правила. Удивительно, конечно. Израиль – удивительная страна. Вот, и знаете, друзья, конечно, эти записки, вот, которые здесь я, я их читал, потому что, значит, вижу по традиции, здесь вот принятые в этой церкви, там, их читают, я тоже, ну, прочел, вот, хотя понимаю, что эта записка не мне, я лишь, ну, что я, я, чем я могу помочь? Есть такие нужные, что я даже от одной записки просто, ну, не знаю, сознание потеряю, если вот все принимать, все, вот, на себя, как бы, и это меня и разорит, и все, и вообще, ну, как бы, это нереально, неподъемно. Вот, ну, я понимаю, потому что это просьба не ко мне, это просьба ко Всевышнему Богу, вот, поэтому я, в принципе, стараюсь такие вещи не читать, значит, беру обычно, если вот, там, другие церкви, а, допустим, записки берем, молимся, вот, молимся, вот, в целом за вот, действительно, Божью волю, которая всегда благая, угодная, совершенная для всех нас и каждого. Ну, вот, взял эти записки, чтобы, не буду их читать, конечно же, но, вот, тем более, там, на публику, вот, значит, но, в целом взял для этой молитвы, а потом я их просто уничтожу, эти записки, вот, и взял их, как такое напоминание, сегодня на вечернюю молитву специальную, чтобы вместе, вот, значит, и с вами, да, вот, значит, и помолиться, и за вот события 23-го Вересня, 23-го сентября, вот, значит, и за эти записки. Господь благословен Ты, Царь наш, Ты отвечающий Бог, Ты живой Господь, и подлинно всякий призывающий имя Твое имеет это спасение, Господь, слава Тебе, благословение, исцеление наше в лучах славы Твоей, слава Тебе, Господь, благослови, благослови, аминь, благослови Боже сегодня, и чтение Слова. Братья и сестры, внимание, я буду читать Слово Божье, я буду читать сейчас, так, молюсь за израильские консульства, по всему миру закрывается на забастовку, написано, что-то здесь не то. Ну, новости надо перепроверять, конечно, вот, ну, в принципе, здесь, когда уже от проверенных братьев, которые уже не просто ссылки делают, а проверяют. Давай. Так. Так, где моя закладочка здесь? Библия, вот, Библия. Я читаю из второго послания Коринфянам, пятая глава, с восемнадцатого стиха. Это как раз, ну, и до конца главы. Это как раз то чтение, которое было сегодня в церкви. Сегодня в собрании, вот там церкви, здесь на Попудринка, вот, напротив меня, значит, я сейчас на Киото, а это Попудринка, с другой стороны просто станция метро Чернигерска. Значит, и там, значит, на Попудринка, где СНЛ-офис, христиане киевские это все знают. Здесь, ну, не все, может, но почти все знают, где офис СНЛ. Вот, только соседняя дверь. Где, значит, офис Балюка, где офис, по-моему, да, где офис и Белецкого, ну, известных таких служителей здесь в христианстве киевском, слава Богу. Вот, значит, и здесь, значит, как раз вот служение. Сегодня, вот я был на одном служении, после нашего завершения служения там другая церковь еще какая-то, воскресенье с утра там одна церковь, после этого другая. То есть, ну, зал такой, как бы, известный здесь. Я помню этот зал, потому что киевская еврейская мессианская община. Мои старые друзья добрые тоже здесь арендовали помещение, вот, значит, в этом зале как раз. И, в общем-то, я вот здесь проповедовал даже с Борисом Саудовичем. Молитесь о нашей, да, церкви, да, помолимся. Слава Богу, спасибо. Да, я эти моменты отмечаю для себя, тоже в молитве, ваши просьбы. Значит, и если какие-то там серьезные просьбы молитвенные, то пишите на e-mail. Значит, мои два e-mail, они, да, под каждым видео, просто там надо как бы нажать, и откроется вот эта вот информация. Как она там? Ну, обычно начинается она у меня-то всегда там стандартно. Слава Иисусу Христу, там, моему спасителю Господу, или просто слава Иисусу Христу. И дальше там говорится вот о благословении, что я благословлен, там, значит, исцелен и несу Евангелие. А потом говорится следующая информация, что евангельское православное там служение там реформаторское, ну, вашего покорного судьи. Значит, и дальше там информация, как вы можете принять участие в этом молитвенно и практически материально-финансово с территории Украины и с территории России. Ну, главных таких два вот моих поля деятельности, поля служения моего. Вот, конечно, бывает в Белоруссии, но редко очень, значит, в основном Россия и Украина. В Молдове еще реже, я уже забыл, даже когда был в последний раз служитель, надо будет побывать, обязательно, да, поддержать братьев. Вот, и в Румынию надо тоже, к нашему епископу Богдану Ионеску. Вот, молюсь тоже за его служение, очень хороший брат, помазанный брат, миссионер, евангелист. Слава Богу за его служение, по всей Румынии служит человек. Да и не только по Румынии, даже там и Болгарию приезжает, там, ну, там, рядом. Слава Богу, и в Молдову он приезжает, тоже молодец, трудится человек, вот, не покладая рук. Бывший традиционный, ну, как и я, православный священнослужитель, традиционалист. Только я был всегда женатым, белым священником, да, а он из черного духовенства, он из монахов. Но, слава Богу, с монашеством покончен у него, слава Богу. Распрощался с монашеством, молодец. Женился, счастлив в семье, теперь слава Богу. То есть, как и положено епископу, значит, не монахом быть, а женатым человеком нормальным, чтобы не дурака валять, а чтобы действительно служить Богу, живому. Вот. И, знаете, друзья, чтение Слова Божьего сегодня... Давайте перейдем прямо сразу к чтению, слушайте. Рассуждать можно много чего-то, о чем. Ну, вот это чтение 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стиха. Все же от Бога, все, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою. То есть, Иисусом Христом Бог примирил нас с Собою и давшего нам служение, примирение. То есть, настоящее христианское служение – это примирение. Мы говорим христианское служение, подразумеваем примирение. Мы говорим примирение, подразумеваем христианское служение. Никак иначе. Если христианское служение – не примирение, то это не христианское даже и служение, собственно. Ну, по совести говорят. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Не просто отдельных граждан, не просто церковь, не просто отдельной категории граждан, не просто отдельные народы, страны, континенты. Допустим, здесь у меня, вот я попросил, я говорю, что все страны, чтобы были. Здесь вы видите не только христианская символика, ну крест, если допустим есть, на флаге тоже уже угадывается христианское или прошлое, или настоящее, ну и культура уже какая-то христианская. Но и коммунистическая здесь символика, и мусульманская, и Саудовская Аравия у меня есть. Молюсь за арабский мир. Пусть сыны Исмаила познают живого Бога также. Здесь и Австралия моя любимая. Правда, только один раз только служил там, в штате Виктория, в Мельбурне, но в сердце Австралии думаю на всю жизнь. Здесь у меня, ну все страны, и попросил подписать как раз тоже, чтобы было узнаваемо. Не все страны я знаю, потому что их сотни там, сколько там, из флагов куча. Вот, и представляете, что Бог во Христе примирил с собою мир. Все страны, все континенты Бог примирил с собою. И люди всех этих стран, за каждым флагом миллионы граждан, за каждым флагом миллионы судеб, людей с разным цветом кожи, с разными религиями, с разными политиками, с разными там воззрениями, с разными там... Богатые страны есть, очень богатые, нищие, ну так, всякие страны, финансовые, допустим. Но Бог весь мир этот возлюбя отдал свою кровь, отдал свою жизнь, душу свою за нас положил, кровушку свою за нас пролил. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Которым спасены, которым спасаемся. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. То есть теперь грехи всех нас, они возложены Богом, самим Богом Святым, на Сына Своего Иисуса Христа, на Агнца Божьего, от века закланного Иисуса Христа. И Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. И дал нам Слово, опять-таки, примирения. Аллилуйя. Служение примирения, это Слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова. Посланники от имени Христова. Аллилуйя. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим. Примиритесь с Богом. Друзья, все миллионы, миллиарды, сколько людей, за каждым флагом миллионы душ. Примиритесь с Богом, друзья. Примиритесь с Богом, братья и сестры. Потому что мы все сыны Адама и дочери Евы. Потому что от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив пределы обитания, разные флаги, разные судьбы. Но дабы познали Бога, не ощутят ли и не найдут ли, хотя недалеко от каждого из нас он находится. Ибо мы его и род. Аллилуйя. Примиритесь с Богом. Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех. Чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аминь. Я праведен перед Богом. Кровью Иисуса Христа, моего Спасителя. Я праведен перед Богом. Потому что Бог возлюбил меня и отдал Сына Своего за меня. Потому что благодатью я спасен. И это не от меня. Это Божий дар. Не потому что ряса, ризы, кресты по ноге и что-то еще. Нет. Потому что Иисус Христос, мой Господь, Бог и Спаситель. Потому что Иисус Христос живет в моем сердце. Потому что Иисус Христос, Он мой целитель, освободитель. Он благословение мое. Он жизнь вечная моя. И я Бога очень благодарю за путь, истину и жизнь, который есть Иисус Христос. Ибо истина в Иисусе Христе. Аллилуйя. Аминь. И сегодня совершим тоже вечером причастие хлебопреломления. У меня здесь остатки халы шабатней. Хала вкусна. Причастие в церкви обычно мы у себя совершаем мацой. Опресники вообще. Вот так вот. Значит. И, кстати, сегодня тоже, да, в этой церкви исцеление народа. Тоже у них опресниками, тоже у них маца. Да и вам в большинстве церквей, я сейчас смотрю, я так плавно переходят на, как бы, там правильные такие позиции. Слава Богу. Вот. И причастие совершаю виноградным соком, как правило. Иногда даже компот какой-то, иногда просто воду. Я рекомендую даже. Просто, если нету сока, просто воды. Вот. И возьмите хлеба. Самое главное, наше рассуждение здесь, в причастие, наше рассуждение о теле и крови нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Рассуждаем о теле и крови. Благочестивое рассуждение наше о теле и крови Иисуса Христа следующее. Благодатью я спасен. Через кровь Иисуса Христа, арганца Божьего, я помилован. Прощен полностью на все сто процентов. Я примирился с Богом через кровь Иисуса Христа. Я исцелен полностью, навсегда, через кровь Иисуса Христа. Я благоставлен всеми благоставениями небес. Через кровь Иисуса Христа, ломимое тело Его, я спасен навеки. И это есть благочестивое рассуждение. Слава Тебе, Господь! Благоставен Ты, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Благоставен Ты, Бог наш, Царь Вселенной всей, давший нам плод виноградной лозы. Благостави, Господь, нас и дары Сии. Соверши эту службу, Господь. Это служение сейчас Духа Святаго. Аллилуйя! И Духом Святым. Благостави, Господь, хлеб сей, честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим Святым. Аминь. 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 Тело Христово примите, братья и сестры, дамы и господа. Источника бессмертия вкусите. Аллилуйя. 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 Аминь. Тело Христово примите. Источника бессмертия вкусите. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господи. За Голгофу и за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое. За победу Твою. Аминь. 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 Да. Были. Да. Я бывал в Новосибирске. Да. Всем Новосибирским святым радоваться. И еще это говорю радоваться. Принимайте тоже тело и кровь Иисуса Христа. Бог омывает Своей кровью всех приходящих к Нему от чистого сердца. Аминь. Спасибо, Господь. За жизнь вечную. Благодарю Тебя. За причащение святых Твоих тайн. Спасибо. Спасибо. Вот оно, свято и подято. Вот оно, празднество, благодарение. Евхаристия. Каждый день праздник благодарения, восхваления. Праздник Евхаристии святой. За Голгофу, за кровь, я Тебя, мой Бог, благодарю, за воскресенье Твое. За победу Тебя, благодарю Тебя, мой Бог, отец мой, царь мой, творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Иегово имя Тебя, Бог, 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 Бог и пророков, возлюбивший мир, отдавший сына своего за нас. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, брат мой, Господь мой, Царь мой Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Ты мой герой За все я благодарю, за все я благодарю Аллилуйя, слава Тебе, Господь, благослови, Господь, сегодня всех нас в этой молитве, благослови, Господь, сегодня Израиль, благослови сегодня Иерусалим, благослови сегодня всю нашу истрадавшуюся планету, Господь, потому что вся тварь стинает и мучается, ожидая нашего откровения, откровения сынов Твоих Боже всемогущий, пусть это откровение углубляется в нас о служении и слове примирения для этого мира Пусть это откровение углубляется в нас о том, что Ты, Бог, во Христе примирил Собою весь этот мир Пусть звучит не худая весть, а благая весть Пусть Господь церковь наполняется благовестниками Этот мир пусть услышит о славе Твоей, о любви Твоей Боже всемогущий, слава Тебе, Господь Мы погружаемся в Тебя, Господь Ты погружаешься в нас Я познаю Тебя, мой Бог Ты познаешь меня Они ледоди, ведоди ли Я принадлежу моему возлюбленному Возлюбленный мой мне Спасибо Тебе, Господь Благословляю всех вас, братья и сестры, благословением священническим Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит, Господь, лицо Своё на Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в коем другом нет спасения Дамы и господа, братья и сестры Ибо нет другого имени под небом Данного нам, людям Которым надлежит нам всем спастись Которым я спасен Которым спасаются люди И сегодня, в наш век Когда, как говорится, космические корабли уже начинают бороздить просторы Вселенной Сегодня Слово евангельское звучит как никогда Спасибо, Боже, за интернет Спасибо, Господи Благословен Бог наш, давший нам интернет И повелевший нам разумно им пользоваться Благословен Бог наш, давший нам жить в эту эпоху просвещения Неслыханного до себе Информатики Божьего умножения знаний Святой еще освящается Нечестивый, правда, еще делает нечестие Божий, но праведный творит правду Еще Спасибо тебе, Господь Гряди, Господи Иисусе Церковь твоя ждет тебя С распростертыми объятиями Слава тебе, Господь Аминь За Голгофу Братья и сестры В 6 утра не забывайте подключаться на утреннюю молитву По вечерам не всегда получается Тем более, сейчас я начинаю преподавать уже Ну, еще воскресенье перейти Вот, значит, завтрашний день А с понедельника уже в семинарии буду преподавать Поэтому даже утренней молитвы Я не знаю, как получится совсем коротко молиться Потому что, ну, в трансляции, по крайней мере Потому что с самого раннего утра я выезжаю И здесь еду общественным транспортом очень далеко Получается, там часа два будете добираться Другая сторона города совсем Еще за город Вот, но, значит, поэтому Утренней молитвы, как обычно В 6 утра подключайтесь А вечернее в 6 часов вечера Но, я думаю, предполагаю По утрам с 6 до 6.30 Так вот, все-таки Стараться полчаса хотя бы быть в трансляции Вот, и с хлебопреломлением С причастием, не забывайте Вот, и вечером, по вечерам в 6 часов вечера Буду подключаться Если какие-то изменения будут, то я буду информировать В социальных сетях В частности, в сети Facebook На Facebook основная сейчас моя деятельность Вот, значит, и страница моя Основная страница, по которой ориентируетесь Там у меня три страницы Вот, дублируется, значит А основная моя страница Архиепископ Сергей Журавлев Ну, ваш покорный слуга Так вот, набираете На YouTube попадаете как раз там На эту страницу Все, благоставляю всех вас С миром Божьим Спокойной ночи Благоставляю всех вас Да, уже вечер Уже новый день Уже с воскресным днем вас, друзья Даже в храмах Во всех православных храмах Уже звучат воскресные песнопения Сегодня пел, кстати, я тоже в церкви Воскресенье Христово видевшем Поклонимся святому Господу Иисусу Единому безгрешному Тебе мы поклоняемся, Христос И святое воскресенье Твое Прославляем Ибо Ты Бог наш Кроме Тебя иного не знаем Имя Твое прославляем Придите все верные Поклонимся святому Христову воскресенью Ибо пришла через крест Радость всему, 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 всему миру Всегда проставляя имя Господа Поем о воскресенье Его Распятие претерпев Он смертью смерть победил Воскрес Иисус из мертвых Как Он и предсказал Подарив нам жизнь вечную По великой своей милости Аллилуйя 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 Аллилуйя